Агафья Карповна Лыкова Агафья Карповна Лыкова Летчики, выбирая место для будущей геологической станции, вдруг увидели на склоне горы аккуратно возделанный огород и три маленьких избушки. Даже местные охотники не забредали сюда. Уж очень труднодоступными считались эти горы. Оказалось, что здесь более полувека вдали от цивилизации и вне всяких контактов с внешним миром обитала семья староверов Лыковых. Жили они исключительно натуральным хозяйством, ели только то, что сами выращивали на таежном огороде, одевались в то, что сами сошьют из шкур и вручную вытканного полотна. Вскоре к Лыковым снарядили научную экспедицию, которую возглавил профессор Лев Черепанов и молодой тогда врач Игорь Назар. Очень приветливо нас встретили. Дранные лопатини самодельные, с дырами, босиком по снегу. Так что впечатления бывают интересные. Но они первый вопрос задали, чем мы вам можем помочь. Вот что интересно. Кто из нас задает такой вопрос сейчас, при встрече? Глава семейства Карп Осипович увел свою семью в тайгу еще в 30-е годы, после того, как на его глазах большевики расстреляли брата с женой и трех их маленьких детей. Гибели от рук чекистов Лыковы предпочли уединенную жизнь в тайге, тяжелый труд и недоедание. Выжившие в течение нескольких десятилетий, они представлялись мне как большими, крепкими. На самом деле они очень маленькие, хилые все. Ну, Карп Осипович отец выше всех, наверное, метр пятьдесят восемь. А самая маленькая – это Агафия, метр пятьдесят. Вот, все, ходим здесь, щепленькие. Жена Карпа Осиповича, Акулина Лыкова, скончалась от голода уже в тайге. А четверо их взрослых детей, двое сыновей и две дочери, никогда не видели других людей, кроме членов своей семьи. Поначалу они немного побаивались ученых, но постепенно природное любопытство и доброжелательность взяли вверх. Правда, по старообрядческим обычаям, они так и не садились с гостями за один стол. Не можно. Мирское, значит, нечистое. Самой большой проблемой для исследователей в той экспедиции был отказ Лыковых фотографироваться. На ум пришло, ну, метод скрытой камеры. То есть вешал фотоаппараты на грудь и вот примерно наводил экспозицию, выставишь, все, раз, и главное попасть надо было. Агафия, она далеко не глупая женщина, понимала, что фотографируют. Она сказала так, что когда она понимает, что ее фотографируют, ну, она в открытую будет позировать, там, это, вот это грех, его надо замаливать. А если я ее фотографирую тайно, ну, вплоть до того, что из-под куста где-то там, вот далек там, и она не знает об этом, то это грех мой. То есть она уже тут никакого греха не несет. Фотохудожник Николай Пролецкий не видел Агафью Карповну около 20 лет. Он был специально приглашенным в нашу экспедицию к Агафье, как старый добрый знакомый. Ведь Агафья по рассказам по-прежнему с трудом идет на контакт с чужими людьми. Перед встречей с отшельницей Пролецкий страшно волновался. Едва сойдя с вертолета, не дожидаясь, пока принесут высокие сапоги, он тут же бросился в ледяную воду Ерината навстречу Агафье. Агафья! А тут мелко! Здравствуйте! Здорово, Желёв! Ну что? Ой! Ну что, он не Пролецкий. Точно? Ну вот, видишь, Агафья. А говорили, говорят ребята, говорит, она, говорит, наверное, не узнает тебя. Точно? Трудно узнать. Да? Ага. Ну ладно. Да, да, меняет. Ну ладно, теперь будем. Ну дай хоть обниму тебя. Нагаш. Давай. Хоть постарел. Постарел? А ты нисколько не постарела, нет? Ну не верю. А я думал, это... Постарел. Здравствуй, Ерофей Сатонтьевич. Он самый. Как она, ничего? А видишь? Ты как пчеловод взял, одел эту. Да видишь, мошка. Как и теперь, так и тогда, 30 лет назад, любое появление в здешней тайге людей расценивалось как чудо. Чудом было и то, что именно в этих местах, всего в 18 километрах, расположилась геологическая партия. Лыковы тогда впервые ощутили радость от общения с людьми. Да и помощь геологи оказывали отшельникам немалую. Кое-какие продукты, которые позволял себе и детям брать Карп Осипович, дрова, и просто доброе участие людей заставляло Лыковых приходить к геологам в любую погоду. Но это общение послужило и причиной трагедии. Не имеющие никакого иммунитета к современным болезням, Лыковы один за другим подхватили тяжелый гриб. За один год умерли братья Савин, Дмитрий и старшая сестра Агафьи, Наталья. Спустя несколько лет Агафья похоронила и отца. Она осталась в тайге совершенно одна, наедине с родными могилами. Со временем кресты на могилах заросли буйной травой. Здесь, у таежного погоста, Агафья пытается вспомнить все даты своих скорбных годовщин. Савин, Наталья, Дмитрий. Те, Дмитрий это, там 28, а маме уже скоро 50 было. Кахем. Порожистая река с невероятно красивыми берегами. Мало кто знает об этом, но здесь, в глухой тайге, 40 лет прожила в своем скиту двоюродная сестра Агафьи Карповны, Максимила. Когда-то по согласию родных перебравшаяся сюда, в места самого строгого староверчества. Лет 20 назад Агафью Карповну даже привозили сюда на вертолете. Но, пожив с сестрой в лесу совсем недолго, Агафья все-таки вернулась к себе в заимку. Максимила дожила в лесу до 100 лет и была похоронена на одном из этих берегов, неподалеку от селения Ужеп, где староверы живут и поныне. Они пришли сюда в 1912-м из новгородских лесов и Пермского края. Руковейцыны, Шмаковы, Кудрявцыны. Фамилий немного, а семьи огромные. Среди этих староверов были и Лыковы. Шли долго через Саяны, через Алтайские отроги, подальше от людей, от городов. Для того, чтобы сегодня попасть к родным Агафьи Карповны, всего-то и нужно, что перебраться через неприступные горы и проплыть 9 часов вверх по Енисею. Староверы говорят, чем выше по Енисею, тем крепче вера. А выше уже и некуда. Здесь, среди глухой тайги и красивых мрачной красотой отрогов, староверы построили свой отдельный мир, в котором живут по собственным законам. Дорог здесь не строят специально, чтобы чужаки не забирались. Нас никто не беспокоит. Нету никакого воровства. Мы можем уйти, у нас дом открытый. У нас никто ничего не зайдет, не возьмет. Уже здесь у нас, ну, просто дороги тут нет такой, что сюда никто, кто попал, уже не ездит. Местные жители здесь только находятся. Татьяна Аллилуева в Ужепе – главная по культуре. Она заведует местной библиотекой. Стараясь не попасть в кадр, показывает свои сокровища – книги, в которых ни за что не найти описание насилия или разврата. Сейчас в поселке, где живут дальние родственники Агафьи, 50 дворов и приблизительно 350 жителей. Семьи большие, как правило, по 5-7 детей. Рожают, как говорится, сколько Бог пошлет. Никаких пособий и пенсий от государства принципиально не получают. Семьи считают, что все можно заработать своим трудом. Мы в деревне, как в деревне родились, так и живем тут. Нам тут нравится. По горам лазим, собираем. Ягоды собираете? А какая тут ягода растет? Клубника. Земляник. Смородка. Козырга. Малина у нас дома в саду растет. А в огороде все выращиваете? Все. А что у вас в огороде? Арбузы, огурцы, помидоры, дырки, дыньки, лук, морковь, свекла, капуста, лук. Большинство из них живет по канонам старообрядчества. Здесь не принято приглашать в дом посторонних, а тем более угощать из своей посуды. Да и брать что-то у чужих тоже нельзя. Все, что побывало в руках у людей цивилизации, греховно и нечисто. Крестятся они, как и столетия назад, двоеперстием. Едят только свое. Гостям, тем не менее, рады и общаются доброжелательно. Но ковш, в котором подадут чужаку напиться, обязательно выкинут. Мир сейчас, опостась, отступление от веры, отступление от того, что вы спрашиваете обыщие. Обыщие – это содержание в чистоте не только тела, но и душу. Живут таежные староверы охотой и своим хозяйством. В каждом дворе по три, а то и по четыре коровы. Долгое время спорили из-за электричества, можно или нельзя. В конце концов, все-таки поставили дизельную установку. Подают свет в дома утром и вечером. Но, конечно, никаких телевизоров и компьютеров здесь нет. Как, впрочем, радио и телефонной связи. Здесь и время идет по-своему. Никаких переводов на летнее и зимнее время. Здесь все по старинке. И хлеб пекут, и кедровый орех обрабатывают. Это оригинальное устройство под названием «Рушилка» предназначено для раскалывания кедрового ореха. Рушилку соорудил прапрапрадед этих ребятишек около 150 лет назад. Сначала установка работала, что называется, с ручным приводом. А совсем недавно, ну куда деваться от цивилизации, к ней поставили небольшой электрический мотор. В деревне сами строят лодки, без которых никуда. Главная дорога здесь – Енисей. Лодки делают, как в старину, из корневищ столетних сосен. Не так давно, с неохотой, правда, стали закупать листы из алюминия. Лодка здесь, как автомобиль. На каждую семью одна обязательно, а то две-три. На лодках местная молодежь, совсем как городская на автомобилях, лихачит по порожистому Енисею и даже устраивает гонки. Василий в порог заплавляли мужиков, один на резиночке, на сороковике. Ну а как, давай вот скакать, потом как-то прыгнул весь, и как шлепнулся. Мотор оторвался, он вылетел на середку порога, и как мотор там держит, сам, давай. И девочек, и мальчиков к домашнему труду здесь приучают чуть ли не с пеленок. С шести-семи лет дети пекут хлеб, ходят на охоту, за ягодами, орехами, ухаживают за огородом и за скотиной. А вот обычную школу здесь не жалуют. Единицы доходят до девятого класса. Большинство ребятишек, отучившись лет пять, школу бросает. Считается, что для счастливой и правильной жизни в тайге достаточно выучиться читать и писать. Остальное от лукавого. Дальше всех на заимке Медвежка, до которой плыть еще добрых 15 километров, живет с семьей ближайший на сегодня родственник Агафьи, ее троюродный брат Михаил Руковицын. У Руковицыных семеро детей. Они, как и все, живут своим хозяйством, держат скот, разводят пчел. Этой зимой мастеровитые Руковицыны своими силами построили даже мост через реку. Раньше их заимка, пока не встанет лед, была отрезана от мира. А недавно таежные кулибины соорудили для своих нужд настоящий водопровод. С помощью этого устройства вода из реки поднимается в дом и на огород. В последнее время местные старики недовольно ворчат. Им кажется, что молодежь постепенно отходит от канонов старообрядчества. Вот до сих пор не могут решить, в церковных книгах ничего про это не сказано. Можно детишкам играть в волейбол или нет? Кто-то разрешает, а кто-то из родителей считает, что это бесовство. Когда-то к Агафье с Верхови Енисея родные приезжали целыми семьями. Были счастье встречи и радость от того, что крепко помогали по хозяйству. Как-то раз и сама Агафья собралась в гости. На удивление легко перенесла полет на вертолете. А во время поездки на поезде с ней произошел забавный случай. Уже тогда знаменитую Лыкову заметили пассажиры поезда. Что тут началось? Она общалась на очень эмоциональном уровне, очень жива, с интересом, всеми людьми, которые вошли в купе. Так что в плане контактов она очень хороша. То есть она не стесняется, она идет на контакты, если ты не нарушаешь какие-то ее коммуны. Но остальная часть поездки прошла не так радужно. Агафья, как и предупреждали врачи, непривычная к нашему миру, наполненному микробами и вирусами, немедленно заболела. Хворала она долго и тяжело. И капустными листьями я вот так температуру все-таки посадила. Тогда приехали за мной в больницу в Тостогольск. Увезли меня. Там нарушение крови произошло. Мне вообще страшно. Тогда вот в Тостогольске больнице уколами меняли силы. А еще ей запомнилась жизнь миру совершенно невкусной водой и ужасным воздухом. Там дышать понесем, эти машины, дымом все, машины там. Заметим, что так Агаша отзывается о таежном поселке городского типа. Что бы Агафья Карповна сказала о большом городе, даже невозможно представить. Впрочем, не только грязный воздух поразил Агафью. Совершенно непонятно Лыковой и то, как люди умудряются выживать среди уймы ненужных и вредных, на ее взгляд, механизмов. Обычные настенные часы и электросчетчик ей совершенно не давали уснуть. Расскажи, как электросчетчик-то шумел, как трактор. Это когда-то на Пасху там увозили, сяло, что мы увозили. А я думала, трактор уснуть никак не могла. Единственное достижение цивилизации, что беззаговорочно понравилось Агафье Карповне – это универмаги. Женскую природу не смогли заглушить ни тайга, ни тятины запреты. Агаша с удовольствием примеряла обновки, а потом еще долго щеголяла в новых платках и пальто по своей заснеженной заимке. Много лет журналисты и исследователи пытаются узнать, какова повседневная жизнь отшельников. В первую очередь Агафье Карповне. Как строится день таежной отшельницы? Чем заполнено ее время? Утро Агафьи начинается с восходом солнца. Летом Лыкова встает пораньше, зимой попозже. Если есть мука, заводит тесто для хлеба и ставит опару. А потом спешит на огород и в сарай. Вечная проблема для Агафьи Карповны – корм для скотины. Если кто-нибудь не подбросил на вертолете сено, то зимой Агафья Карповна снова будет стоять перед нелегкой дилеммой. Ободрать все елки вокруг, чтобы хоть как-то прокормить своих кос и кур. Или забить всю скотину. Не хотела зарезать. Всех до одной несем кормить отнюдь. И картошки нет, и никого нет. Казалось бы, Тайга – не город. Спешить некуда. А времени у Лыковой все равно не хватает. Пока управится. А время-то на работу-то, на посадку не остается. Еще одна серьезная проблема – печка. Точнее, то, чем ее топить. Кстати, печь Агафья Карповна выложила сама. Еще в юности этому искусству ее научил отец. Разжигает печку Агафья кресалом или огнивом, как делали ее предки и 200, и 300 лет назад. Печка не только кормилица, но и лучший доктор для Агафьи. Если, конечно, есть дрова. Дрова нету среди зимы. Самый мороз сильный. Какие-то три полеша, которые... И все она шла, выспели, соль, печку затопила. И к печке легла, спину прогрела. С продуктами у Агафьи тоже далеко не порядок. Большие запасы делать ей не под силу. Потому стол Агафьи Карповны не просто скудный. Иной раз получается, что поесть ей удается только один раз в сутки. Агаша, а вот у тебя обед. Во сколь начинается обедаешь? Ну, мой обед. Бывает и в 9, и в 10. Весера. А утром нет. Один раз теперь ешь? Да, всякое бывает. Да, до весера без обеда. И где-то, я не знаю, наверное, в 12 обедала. И все, да? И так вот все время. Каждый день? Все время. К тому, что полноценно обедать и ужинать удается не всегда, Агафьи Карповне не привыкать. Но вот что совершенно Лыкова отменить не может, это молитвы, которые она всегда читает строго по своему внутреннему расписанию. Молюсь на весь бед, все праздники тут. Вот новому лету будет. Сейчас, вот успеем. Господи Иисусе Христе, саней Божий, не помилуй нас. Вот эту молитву всегда велена. Где бы ни находился, на каких делах, или в пути, или сидишь. И всегда я бесперестанно творить. Если говорить на чистоту, одиночество в последние годы Агафью тяготит. Да и с самого первого момента знакомства с людьми ей очень нравилось общаться. Поначалу с геологами, а потом и со всеми, кто появлялся на Иринате. После смерти всех членов своей семьи, она месяцами вымаливала у Бога себе подругу и помощницу. Всех упрасывала, умаливала. Селовека надо, помощника, и никак никто. Люди начали приезжать на житье к Лыковым очень давно. Кого здесь только не перебывало. Семейные пары, художники, старатели, всякого сорта искатели веры. Мало кто задерживался более чем на пару месяцев. С первым же вертолетом сбегали. И от непростого характера Агафьи, и от тяжелейшего ежедневного труда, от переменчивой капризной погоды суровых саян, от таежного гнуса и от однообразной пищи. Только одна из пришлых задержалась на целых пять лет. Надежда Небукина. Сбежав от Лыковой, Надежда успела даже дать короткое интервью одной из газет. А потом уехала в богоискательском порыве то ли в Индию, то ли на Тибет. Во время ее пребывания у Агафьи Карповны жизнь в тайге бурлила, как в бразильском сериале. В трое сутки я была в страхе, в трепоте. Мне неотступно за нее молилась только Богородица Ханону Максимию злых сердец и Архангелу Михаилу Николину. Обе женщины, как теперь выясняется, воевали не только с суровой тайгой, но и друг с другом. Она меня поколесила, всею сломала, правоплесю сломала. Но еще тянулась, тянулась это дело, то я боялась кому и говорить или писать никому нельзя. Если бы Исуа на лето осталась, она не сбежала крат всего, наверное, бы дело понеслось. Не, не доброе. Обе из том и все. Больше к Агафе никто в помощники и компаньоны не едет. Помощь Агафе, конечно, нужна, но, как показывает практика, с отшельниками действительно невероятно сложно ужиться, так как им попросту никто не нужен. Никаких антител на среди нас распространенное заболевание мы не нашли. Только у Агафьи мы потом нашли антитева на клещевой энцефалит и на баралиоз. С некоторых пор буквально на голову Агафьи свалилась еще одна напасть. Более 20 лет назад район, где проживает Лыково, попал в зону падения отработанных ступеней ракеты «Протон». Естественно, вместе с обломками разной величины на эти земли попадает гептил – высокотоксичное производное отработанного ракетного топлива. С Байконура запускается ракета, здесь ступень подделяется и падает на гептиле. Довольно легкий металл, но очень прочно, то есть согнуть, вообще даже не удается ни к ним. По странному совпадению, именно через несколько лет после начала запусков протонов у Агафьи, которую тогда удалось обследовать в больнице, обнаружили опухоль. Ну, Игорь Павлович, знаете, внутреннюю-то болезнь. Так. Две вот эти зимы и третья была там, позади этих… Глодней. Я… Нет, уж в третьем году. Я только не умерла от той болезни, думала, скоро постижно меня захватит. Глодней. В последние годы опухоль под правой грудью становилась все заметнее. В силу каких-то таинственных механизмов, быть может, благодаря целительной силе таежного воздуха, заболевание развивается медленно. Сейчас опухоль уже довольно сильно беспокоит Агафью Карповну, но в больницу она по-прежнему ехать отказывается, а часто возникающую боль снимает тем, что растет у нее на огороде. Натираться я вместо каких-либо мазей, ноги натирать, руки. Вот теперь вот этим соком ноги болели плохо, не могла ходить. А что там в ванну наделала и вылесилась? Агафья вообще тяжелая. Заболевание позвоночника, суставов, сердца и некоторых других органов – она очень больной человек. Виталию я бы не хотел говорить, но очень больной человек. После его проходит, обезболивает, и вот шишки, если растут, я вот эту вот шишку знала бы, а тут, может быть, вылесила, пока была она на жилах, на косте. А потом расти-расти, и сорвалась она, тогда вот снесет. Ну и все, если натирать, да, хоть на ленке, не попросила. Агафья знает, что ее болезнь неизлечима. Боится она единственного – того, что может не успеть свидеться еще раз с родными, живущими в тех самых отдаленных староверских деревнях. А возможности повидаться-то и нет. Что до Агафьи, что до ее родственников, не доберешься даже на вездеходе. Можно долететь только вертолетом. Полет полтора миллиона стоит. Это кто так сказал? Да он, с Килина, с Косестрой моей написали такое письмо. Естественно, таких денег нет ни у Агаши, ни у родных. Но Агафья Карповна уже давно не та простушка, какой была много лет назад. И с удивлением наблюдает за десятками вертолетов, баражирующих над ее заимкой. На вертолет на капот сейчас полтора миллиона. А вон деньги носят летают. Какие деньги-то выбрасывают. Залетают, правда, к Агафье местные бизнесмены, иногда с барышнями, на пикник. Места-то тут необыкновенно красивые. Прилетают, жарят мясо, естественно, выпивают, ну а дальше все по программе. Поначалу Агафья Карповна не выходила к непрошенным гостям, но постепенно перезнакомилась со всеми и теперь даже их жалеет. Они были, ну да, кого там, Юрий, в моих городах, это кого-то или кота, одно название, человек. С пьянокой себя совсем он погубил, еле-еле сувелится. Раньше изредка по поручению губернатора Кузбасса прилетал к Агафье глава Таштагольского района Владимир Николаевич Макута. Каждую поездку обставлял как образцовую пиар-операцию. Журналисты, камеры, показательные мешки с мукой, завязанные собственноручно. Здесь Аман Гумилович отправил ей муку, крупу, значит, родственники передали мед, значит, поднабрали здесь еще сено взяли, чтобы у него там, знаете, есть свое хозяйство, козы, чтобы они нормально прозимовали, сено в тюках направили. Человек-предприимчивый Макута в феврале 2010 года даже придумал замечательный рекламный ход, который позволил ему стать героем всероссийских новостей. А поводом стала сшитая Агафьей специально для главы района рубашка. Так Лыкова хотела отблагодарить его за сено и муку. Агафья размер самого Макуты на глазок прикинула достаточно точно. Да и материал выбрала из запасов, на ее взгляд, лучший темно-синенький в цветочек. Кстати, себе Агафья из подаренного отреза сшить наряд так и не решилась. Так вот, примерьте, как оно к лицу будет вам. Светастая. А, светастая. Светастая. Трогательную заботу отшельницы таштагольский глава тут же решил обернуть в свою пользу. И заверил журналистов, что Агафья сшила рубашку из веселенькой фланели вовсе не ему, а самому президенту России. Эту новость обсуждали все СМИ. А когда сама Агафья Карповна узнала об этой чиновничьей хитрости, отнеслась к человеческой слабости не без юмора. Я ее обшила от Макуты, а Макута президенту сдавал от его помощи. За рубашку. День оставал на помощи. В последнее время Макута интерес к Агафье потерял. Теперь пиарит на всю Россию якобы найденных в горной шоре снежных людей. Есть в биографии Агафьи Карповны одна очень малоизвестная страничка. История ее кратковременного замужества, случившееся уже после смерти ее отца, Карпа Осиповича. К ней посватался охотник Алексей Тропин, кстати, ее дальний родственник. Агаша испрашивала разрешение у своих духовных сестер, живущих в скитах на Енисею. Те дали добро. Будучи еще невестой, Агафья поставила условие. Жить они с Алексеем будут только как брат и сестра. Но новоиспеченный муж уговора не сдержал. А он говорит, а у меня сестер много, зачем мне жена нужна? А он, ну, 64 года, такой боевой шестерик. И начал ее, понимаешь, коротко говоря, 4 дня он ее мучил, ну, и по приходу. Алексей, не выдержав борьбы с Агафьей, в итоге сбежал из тайги. Но еще долго звал ее к себе и даже домик прикупил в поселке. Агафья поначалу страшно сердилась на непожелавшего оставаться только братом Алексея. А потом вдруг по нему страшно затасковала и тоскует до сих пор. Все это время рядом с Агафьей находился еще один человек. Ерофей Сазонтьевич Седов, потомственный охотник. Он-то и был проводником для самой первой экспедиции к Лыковым. Когда-то красавец-сибиряк, обморозив, потерял ногу. Говорят, именно из-за страсти к Агаше, Ерофей бросил свою семью в городе и переселился в тайгу, поближе к Лыковым. До последнего времени он делал Агаше предложение. А как вы с Ерофеем ладите? Да. Как? Не знаю. Ну, сейчас-то все-таки пока отстал с этим, со свадьбой. Ему надо большие. Свадьбу? Там двои раз есть. А сегодня-то два года, четыре назад, наверное, вообще там, я чуть не ушла. Ну, с голоду умереть бы, потом все. На ухаживание Ерофея Агафья ответила лишь одним поцелуем. Было это 30 лет назад. Ерофей Сазонтьевич помнит об этом до сих пор. Это было, это 30 лет назад, в 82-м году. Как Лисков, когда первый раз появился, я был проводником у него. Ну, и, понимаешь, крутится возле меня, как кошка возле кота, понимаешь. Ну, и ухватило ее до чего-то, вот и все. И пошло дело. Пристает, жениться собирается. Пу, господи. Я не рад был. А с тех пор я все. Нет. Нет, ребята. Поезд мой ушел. Сейчас, по воле Агафьи, этих людей связывают между собой скорее экономические отношения. Он ей дровишек подкинет, она ему картошки. Да и сын нередко забирает Ерофея в город на лечение. И тогда Агафья остается в тайге совершенно одна. Наедине со своим немалым уже возрастом, болезнями и фактически без связи. Мы поставили ей буй, на всякий случай, когда плохо станет, включить этот буй через спутниковые антенны, передается на все страны мира, которые локализуют этот участок. Ну, она дважды вызывала этот бой, когда действительно не могла ни дров принести, ни печку растопить и так далее. Агафья Карповна, конечно, выживет и без связи, и без помощи извне. Силы духа ей не занимать. Тайга много требовала от маленькой отшельницы, но многое и дала. Может быть, поэтому так легко она сходится с людьми, да еще с какими? Знает все местное начальство, с губернатором за ручку, привет и президенту передает. Не случайно, наверное, поразительное сходство Агафьи Карповны с английской королевой. Быть может, в другой жизни она такая сильная и волевая смогла бы командовать и войском, и чем боги не шутят, целой страной. А пока миллионы людей, садясь в свои комфортные авто, разговаривая по суперсовременным телефонам, приходя вечерами в свои теплые квартиры и дома, вряд ли даже вспомнят о том, что каждый вечер под общими с ними звездами в глухой тайге одна тушит свечи, а их наперечет женщина, которой известны другие законы жизни. Она в своей тайге как луч, как маячок, как индикатор того, не становимся ли мы черствей и злей, можем ли принимать и понимать тех, кто живет по-другому, и будем ли такими же сильными, как Агафья Карповна, последняя из рода Лыковых.